Светлана, в продолжение. Допустим, вот я не хочу мыть посуду, я не люблю мыть посуду. Как мне создать хорошее настроение, чтобы помыть посуду? Ну, под эту тему можно наши предыдущие ролики почти все подвязать. Не хочу приходить, не хочу на работу и так далее, и тому подобное. Ты правильно сказала, создать хорошее настроение. Вот не хочу мыть посуду, да? Какое удовольствие, когда она чистая? Может, я не люблю мыть посуду, но мне очень нравится расставлять ее красиво в шкафу. Или перебирать, потому что, если ты с любовью эту посуду купил, ну, в очередной раз просто ею полюбуйся. Уже чистой. Или, да, я мою посуду и вспомни чудесный вечер, который предшествовал этому. Это может быть просто ужин семейный, но он может быть действительно чудесный. Ну, и что-то там приятное, да? Да, там, ну, ты видишь, у меня сегодня чаек вкусный. И можно себя вознаградить там, вот сейчас помою посуду, и будет у меня вот такая вот такая награда. Может, тоже вкусный чаек. Музыку включить, потанцевать до, после, вместо того, во время того. Ну, масса каких-то приятностей. То есть, проделала это действие, как-то себя вознаградила. Не нравится тебе это действие? Ну, тяжело тебе. Вот у детей, да, у нас сегодня все дети, дети, дети. Не люблю делать уроки. Да, хорошо, а давай оборудуем твое рабочее место. Вот, посадим игрушку, которая отвечает за уроки, да, там, ручку какую-то красивую или что-то еще. Глядишь, и приятнее будет делать неприятные вещи. Продолжение следует...